Привет всем. Воскресенье. Выехали со своей деревни. Едем в город Тюбинген Ехали уже 40 минут, наверное. Гора еще впереди. Едем дальше. Красивая. Такая дорога красивая. Вообще со всех сторон горы. Боже, какая красота вообще. Воскресенье. Ласточка. Моя ласточка. Или именно ласточка стоит. Ласточка. И мы едем в темном-темном лесу. Вообще очень темно здесь. Свет брак скальзывает. Вообще темно. Заехали на площадку для гриля. Перекусили бутербродик. Запили соком. Съели по яблочку. И едем дальше. Проехали, Лина сказала, 25 километров. Еще полчаса ехать. Так что едем. Лавочку с орлами повырезали. А здесь с этой стороны сова. Траву детвора и иное жило. Вон видите. Хорошенькая площадка. Знак Чебенгина. Уже проехали мы. Ну, то есть это уже пригород получается. Едем. Хотела там снять, как лошадь бегала. Она уже не бегает. Ну, красиво. Красиво, конечно. Места вообще. Красота. Лина фотографировала вот эти вот цветочки. Видите? Будячки. Не знаю, как их назвать. Колючки какие-то. Приехали уже в Тюбинген. Ищем где-то кафешку покушать, перекусить. И проедемся еще по городу немного. Хорошо в тенечке, да? Боно, но консоль старый. Видно, ты ждешь меня. Вы видите, в каких колясках детей возят на велосипедах Прицепили сзади такую будочку, посадили ребенка И везут, класс Такие домики интересные Боже, толпа людей за мороженым, посмотрите Нет, я и мороженое не хочу стоять там Тоже одно из любимых моих мест На велосипеде я еще сюда не ездила Это первый раз От нас, получается, 25, по-моему, Ирина сказала Но мы ехали 30 километров, потому что немножко там объезжали Люди, знаете, что у нас осталось? Сейчас 10% в телефоне По навигатору едем мы Навигатор показывает для велосипеда Каждые тропинки, каждые... Ну, не дороги, а тропинки, короче Я не знаю, как мы вообще домой попадем Нам ехать нужно было 25 километров Сейчас мы проехали, наверное, километров 6-7 Не рассчитали мы этот навигатор, не взяли с собой пауэрбанк Короче, я уже начинаю нервничать А сейчас начало 5-го 20 минут 5-го вечер Все время хотела вам показать Хлухой лес Ну, здесь еще, ладно, не хлухой Ну, вообще, хочу вам рассказать, что Хлухой лес И тут бабушке, ну, лет 80 Бабушка лет 80 с собачкой Ну, это просто, ну, для меня это, ну, мало ли что может случиться Да, человек пожилой, 80 лет, в лухом лесу Я, конечно, в шоке, как они Вон, гляньте, парочки старенькие ходят Ну, здесь, ладно, здесь не хлухой еще лес Здесь, вон, какие-то домики, там люди ходят А то мы когда в ту сторону еще туда ехали Ну, было вообще просто глухомань Темный, глухой лес Идет старая бабка С собакой С палочкой идет Вот куда тебя несет по тому лесу Ну, короче, ребята, едем Не знаю, как мы выйдем Без этого, без навигатора Немножко покажу вам красоты Но все равно видео не передает этой красоты Вот эти коры вдалеке Оно их не видно, их почти Ладно, закламлялись А то я и свой телефон посажу В какую-то деревню заезжаем А вон написано Хеслах Едем 27 километров в час Видите, он показывает нам этот Светофор Что-то здесь освоим Около всех домов стоят Видите, еще один Вот еще один Это деревня ослов Есть домики прям аккуратно Есть какие-то такие Поехали И не tampятся Поп causing А если Ины Открым Вам Спасибо Почему Чего Это Деком Это Спасибо. Едем по нашему мосту. Вот там мы сюда внизу прогуливаемся. Вот это впереди уже наша деревня. Тропинки все наши внизу видно там. Огромный высокий мост. Яна сказала поехали мы сегодня 65 километров. Ну еще может километра два домой. 67. Коза. Коза? Я тебя не слышу. Коза. О дерево обломило. Ну все вот она. Слава богу добрались мы домой. Я думала вообще без навигатора жить там в лесу останемся. И найду в эту вай. Капец. Еще куда-то везет. Женщик. У меня смотри...